2 февраля был арестован глава города Ставрополя, совершенно неожиданно для его семьи, окружения, общественности. В течение долгих 43 дней о нем не было известно ничего, ни семье, ни адвокатам, ни общественности. Об этом я узнала из средств массовой информации поздно вечером, когда включила телевизор. Но о том, где содержится муж и куда он поступил, мне никто не сообщил, ни сразу, ни потом. Ну и сразу с 3 числа, соответственно, я пошла в изолятор временного содержания вместе с адвокатом, чтобы передать ему насильные вещи, средства гигиены и передачу. Значит, ни с 3 числа и в последующие дни ни меня, ни моей передачи, ни допуск адвоката так и не состоялся. Значит, объявили карантин с 3 числа, разговаривать с нами не хотели. Его, кстати, вызвали в следственный комитет как свидетеля по какому-то там другому делу. И тут ему объявили, что против него, оказывается, сегодня утром возбудили уголовное дело. И сейчас будет состоиться суд о рассмотрении меры пресечения. Состоялся суд и к 11 вечера избрали меру пресечения заключения под стражу. Положение было настолько безвыходное, что мы с Ириной, это сестра Игоря, пошли в ФСБ, подали заявление на розыск, что человек пропал под стражей. Значит, заявление у нас приняли, но дали ответ через какое-то время, что это не в их компетенции, и они передали наше заявление следователю. Я также от безысходности пошла в наше РОВД Октябрьского района, там тоже подала заявление о пропаже человека. Мне тоже написали ребята, значит, полицейские, что мы его разыскали, но все сведения мы отдаем следователю в следственный комитет, который ведет это дело. И уже когда совсем мы ничего не знали, и уже даже я стала думать о таких вещах, что жив ли он, не то что здоров, а вообще жив ли он на этом свете, если мы, вернее я, вышла на улицы нашего города с одиночным пикетом. Только через два месяца мне прислали, что мой муж, значит, находится во Владикавказе. С какого числа? Когда? С какого времени? Вот просто находится во Владикавказе. Даже не уточняется, в каком СИЗО и так далее. Он сделал заявление о том, что к нему применялись пытки и издевательства. Он назвал фамилии, он назвал должности тех должностных лиц, которые участвовали во всех этих деяниях. Мой подзащитный сделал мне письменное заявление на моё имя о бесчеловечных условиях содержания, о применении к нему пыток в виде физических и нравственных страданий, в целях понуждения к даче признательных показаний, применение к нему обращения, унижающие человеческое достоинство, а именно транспортировка в город Владикавказ, не отапливая автомашины при температуре минус 10, с 3 февраля по 4 февраля применение физического насилия, надевание целлофанового пакета на голову и наручников на руки, нанесение ударов по голове и шее, угроза применения электрического оттока изнасилования, применение угроз в адрес семьи и получение показаний несоответствующих действительности с возможной фиксацией на видеокамеру. В последующем содержание в одной камере с террористами и лицами, обвиняющимися в массовых убийствах. Следователи Бородин, Фазаев, не скрывали, говорили, что это прямое поручение Путина или Медведева, и что я отбросок общества, с которым можно делать все, что угодно. После того, как путем шантажа моей семье и братом были получены признательные показания, по такой же схеме бывают показания, компрометирующие показания на губернатора Ставропольского края Гаевского. Считаю, что провокация в отношении меня была ответом на мои письма в адрес Путина Нарышкина по поручению на беспредел правоохранительных органов в городе Ставрополя. Я увидела своего подзащитного в состоянии подавленности, в состоянии, когда сломили его моральное сопротивление, испытывающие чувство страха за свою жизнь, жизнь близких младенцев, ощущая себя униженным и побранным. Однако ни суд, ни следователь, никто этого во внимание не принял. Суд обязан был назначить, прокурор обязан был сразу назначить проверку. Прозвучало заявление на суде. Суд не назначил проверку даже прокуратуре и отказал принять документы. Бестужий заявил, «В природе не существует ни одного доказательства, подтверждающего мою вину в этом деле. Докажите мне, скажите, что есть». Мы были... Был состоялся суд по продлению меры пресечения во Владикавказе. Абсолютно ни одного нового эпизода. Абсолютно ничего нового следователь не сказал. Он сказал, «Он действующий глава города Ставрополя, поэтому он может скрыться, поэтому он может оказывать давление, а нам еще, как следствию, надо провести очень много мероприятий. Нам надо опросить того, 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 и начал перечислять очень много фамилий». Известных политиков. Да. Что они делали два месяца? Получается, что два месяца они ничего не делали. И продлили человеку, который там находится, непонятно по какому, они продлили срок заключения до 8 июля 2012 года. Сейчас возникает вопрос, как бы так, как говорит наш президент, что борьба с коррупцией на местах превращается в борьбу между кланами. Потому что то, что мы недавно услышали о том, что из него выбивают показания на действующего губернатора, оно по меньшей мере вызывает, мягко говоря, серьезные вопросы. И мне отдельно хотелось бы обратиться к нашему уважаемому господину Маркину, который в своем официальном заявлении, он официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации. И он в своем официальном заявлении говорит такие вещи, что Бестужий, находясь в камере, спрашивал у сокамерников, а какие пытки применяются, какие бывают пытки. И сокамерники вроде бы ему объясняли, какие бывают пытки. А не подтверждает ли вот этим своим предложением господин Маркин то, что пытки есть, если он у них спрашивает? И вообще он говорит, у Бестужева нет никаких доказательств то, что были пытки. А извините, доказательства, а то, что его прятали 45 дней, никого не пускали, это не доказательства? Для чего прятали? Я считаю, что прятали для того, чтобы прошли синяки после побоев и издевательств. И еще он очень интересный вопрос задает в своем официальном выступлении. А кому жаловался господин Бестужий? Кому мог пожаловаться господин Бестужий, находясь в полнейшей изоляции? К нему не допускают адвоката, никого. Он кому может пожаловаться? Своим палачам? А кому жаловался Назаров из города Казани, которого убили в Дальнем? Кому пожаловался парень молодой из Твери, по-моему, да? Которого из Тверни? Из Тверни? Которого вывезли, убили и потом убитого выбросили. И задолго до того, как вот все это было, все прошло по телевидению, Игорь Александрович в своем заявлении письменно писал адвокату вот именно этот сценарий. Он писал, что его, одели на него целлофановый пакет, завернули скотчем, вывезли с ИВС, и три человека избивали, планомерно его избивали. И господин Маркин говорит, что у них нет доказательств. Наверное, доказательства только вот как в этих случаях. Труп. Есть труп? Есть пытки. То есть у нас пытают только до смерти. Вчастие. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Ясили.